Всем привет, с вами Березовский. Добро пожаловать на новенький видеоролик по Call of Duty Mobile. Я уже давно говорил, что я обратил свое внимание на такую пушку как Сикач. И знаете, она очень походит на Type в каком вопросе? Type это штурмовка, но стреляет как ппшка, а вот Сикач немного наоборот. Это ппшка, но стреляет правда как штурмовка. Разработчики, ну и серьезно, ну что вы делаете, реально? Смотрите, я покажу супер сборочку на Сикач, и я правда считаю, это новый имбой 9 сезона. Она очень круто играет, вы по катке сейчас попозже, да, там будет, вы все поймете. Раньше Сикач это был скин на ПДВ, и вот если сравнить сейчас, зайти вот так вот, да, вот по цифрам, ну тупо по характеристикам, сравнить с ПДВ нулевым вот так вот, то вы увидите, что цифры абсолютно одинаковые. И на первый взгляд кажется, ну раньше это был скин на ПДВ, сейчас да, выделили в отдельную пушку, но это одно и то же абсолютно, и не стоит никакого там смысла на это смотреть, не стоит внимания. Но нет, ребят, реально, ничего подобного, ничего подобного я не увидел, потому что ПДВ это сейчас реально отдельная пушка Сикач, вообще по-другому теперь стреляет. Очень по стрельбе напоминает колун, по звукам стрельбы, по выстрелам, по там типа скорострельности, да вообще в принципе как ведет себя пушка, очень похоже на колун, реально. И разброс там все, походит на штурмовку. Ну да, понятно, колун это пулемет, но Сикач ведет себя как штурмовка, а ПДВ реально как ППшка, то есть разница действительно есть. В самом общем плане в этой сборочке ничего у меня нового. Зеленый перк я не советую ставить стойкость, а ставить Голст в этом случае, потому что это не Хабар, это не Калаш, здесь прицел никуда не рвет. У вас реально он просто мертвяком будет стоять на одной точке, даже если вас будут попадать противники. В вооруженнике я ставлю, значит, дульник для того, чтобы увеличить точность там разброса и, что главное для ППшки на ближней дистанции, точность стрельбы от бедра. Здесь минусуется скорость прицеливания, и кто реально дотошно за этим следит, типа вот я хочу максимальную скорость прицеливания, моментальную и так далее. Я советую для таких людей убрать, да, вот этот легкий пламяк гаситель, и поставить вместо него перк, то есть вы тем самым уберете минус скорости прицеливания. Вместо этого поставить перк скорость перезарядки. Почему? Потому что в самых тяжелых, потных катках, когда на вас слетается куча врагов, вы заходите за препятствия и быстро буквально за одну сек перезаряжаетесь. Это реально я ощутил, я поиграл с этим перком, и перезарядка очень быстро происходит. Я даже раньше на кордите использовал вот эту быструю перезарядку, и реально там раз-два, и все, и перезарядилось оружие. То есть это круто, это реально круто. Но еще раз, еще раз и опять. Я вылетаю за каждого препятствия, через каждый там угол и так далее на префайере. Я уже в прицеле вылетаю и стараюсь вылетать из-за углов и препятствий. Ну зачем мне качать скорость прицеливания? Объясните. То есть я даже с самым минимальным, самым медленным слонярской скоростью прицеливания буду вылетать на префайере, ты и смысл. Вот, такие дела. Но, как бы так. Так, дальше ствол. Я здесь ради увеличения дальности, то есть дистанции поражения, и устойчивости горизонтальной отдачи. Вот поставил ствол. И смотрите, как получается. Этот ствол увеличивает, ну то есть улучшает устойчивость горизонтальной отдачи, и приклад тоже устойчивость горизонтальной отдачи. Зачем я это сделал? Потому что в этой пушке, у сикача, разброс идет, да, то есть отдача медленно-медленно вверх, да, то есть это вертикаль вверх-вниз. И, в принципе, законтролить такое, ну просто на изи. Но, если не ставить приклад и ствол вот этот на горизонтальную отдачу, то горизонтально, то есть влево-вправо, довольно-таки, ну, нормальная отдача, то есть она ощутима. И вот этими двумя обвесами, вот этим стволом и этим прикладом, вы просто на ноль сводите горизонтальную отдачу. Вам придется всего лишь чуть-чуть прицел отводить вниз, и реально просто в ноль. Вот здесь отдача просто в ноль в точку. Реально, прям, просто советую. Потому что я отыграл, разные обвесы попробовал, пришел вот к этому. Далее оптика. Я считаю, что коллиматор, да, любую там оптику ставить на ПП, но это реально извращение. То есть вот кардит, узишка, там QQ9, ну, я лично считаю, что вот извращение, поэтому нет. Да и посмотрите реально на мушку, но она кайфовая, она реально кайфовая, пока-таки поймете сейчас попозже. Далее, я компенсирую вот эту, вот этот минус скорости прицеливания компенсирую тактическим лазером, то есть повышаю плюс точность разброса пуль в прицеливании. Почему я качаю точность разброса пуль? Потому что она, вот эта пушка походит по стрельбе на штурмовку, и чтобы на средние и дальние дистанции реально выносить врага, я качаю точность разброса в режиме прицеливания, чтобы все мои патроны летели точно, вот, да, точненько, в общем, в точку. Такие дела. Далее, здесь подстволку я не использую, потому что вообще вот отдача со стволом, как я сказал, и с прикладом просто в ноль. То есть подстволка будет здесь, очевидно, лишняя. Тем более, если поставить подстволку, это минус скорость, минус скорость, минус скорость и минус скорость. То есть вот такие дела. Задняя рукоятка, это у нас скорость прицеливания, опять же, скорость перехода от бега к стрельбе, но минус точность. Ну и ладно, бог с ним. То есть вот такая, в общем, сборка получилась. Все, сейчас посмотрите, сейчас все увидите, дорогие ребята, и поехали в катку в рейтинг. Ммм, попался командный бой, в принципе, тоже неплохо, но вот карта, смотрите, она не совсем ппшная. То есть я считаю, что эта карта больше для средних дальних дистанций и для штурмовок, соответственно. Хотя можно и на ппшках отыгрывать, там, с УЗИшкой, с QQ9 и так далее. Но просто вот мое такое видение этой карты, это средние дальние дистанции, занимая позиции. Вот, например, в том домике, счастливо. Смотрите, но я вам уже сказал, что Сикач это та ппшка, которая стреляет а-ля как штурмовка на даль. Поэтому сейчас посмотрим, насколько комфортно с ней будет отыгрывать в рейтинге на любых дистанциях. Так как это и ппшка на ближних, ну и а-ля стреляет как штурмовка, это средний дальние. Посмотрим, как чувствуется, да, комфортно-некомфортно именно в рейтинге на таких картах. Очень интересный опыт будет. Так, ну, за это время я ни одного выстрела еще не сделал, вообще-то обидно. Я же дал вообще вначале картки дикий замес, но замеса не случилось. Поэтому я уже кружочек навернул, а замеса нет. Как бы обидно, реально обидно. О, дружок, ну-ка. Вот, просто по небольшому такому фрагменту уже следите про отдачу. Она просто практически нулевая. И вот на такой дистанции вообще комфортно зажимать. Реально комфортно, как со штурмовки. Оп, забрал, все. То есть реально стрельба не ппшная, абсолютно. Оп, забрал. Вообще не ппшная стрельба. Кроме так, нет, все, все, я не вывезу. Да, не вывез. Вот, то есть по стрельбе, да, скорострельность-то да, понятно. Она скорострельная. Но я говорю за отдачу, за дальность и так далее. За скорость убийства там на дальних, именно на дальних дистанциях уже. Она реально не ппшная. А больше штурмовочная. Оп, парень на дропшоте. Дропшотнулся, умер. Как бы, как бы так. Так, тыкс. Ну-ка, нормально, отлично. Так, он где-то... Так. Где-то вот я прям чую, попой чую. А, все, чуйка не подвела, попка не подвела. Попка моя никогда не подводит. Ну, вы поняли, да? Так, вот здесь. Так, от бедра проверим. Тоже нормально. То есть от бедра прекрасно себя чувствует. Теперь смотрите, подвижность. Вот, просто бег посмотрите. Абсолютно нормально. То есть скорость перемещения ппшная, реально. Стрельба штурмовочная. Кроме скорости убийства. Скорость убийства очень быстрая, больше на ппшку походит. То есть в целом это реально имба, реально. То есть это ппшка, стреляющая как штурмовка. Ну что может быть лучше, вот серьезно. Прям кайф. Ну и перезарядочка быстро, отлично вообще. Тикс. Ну и по патронам, кстати, тоже смотрите. Ну как может быть у нас, да, столько патронов на ппшке мало. То есть обычно там типа кордит 40, там пдв 50, ну и так далее. Вот, поэтому больше на штурмовку походит. Опа, видели, да? То есть вообще там не вывезу. Не вывезу, нет. Все, я понял, короче. Что-то я жестко сейчас тупанула. Думаю, что уже доберу, но не дожал. Тупо не дожал и все. Вот. Поэтому как-то так. Как может быть столько патронов реально на ппшке? То есть в пдв 50, да, по-моему, по стоку. Там можно еще увеличить. Вот, такие дела. Тут как бы, как бы вот так. Тикс. Ну что, надо проверить еще комфорт. Еще хочу комфорта. Посмотрите на дистанции и так далее. Так. Ну как, сделаем такую. Опа. Опа. Такую чисто подляночку. Чисто так в спину сейчас убьем. Ну-ка, 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 ну-ка. Тык, 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 тык. Опа. Ты против зайца решил? Да, убежать от зайца. Ну, конечно. Оба-на. Заяц против зайца. Ой, не знаю. Точнее, я имею в виду, катана против катана, что договорился. Так, ага, я тебе. А, все. Время сейчас к концу подходит, походу. Ну да, 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 время действия к концу подходит. А, жалко, я думаю, еще доберу. Тык, ну чё, чё, кого? Чё, кого? Где ребятки? Где мои? Где мои тут? Ага, где ты здесь должен быть? Чё-то, что-то такое я чую. По карте тем более вижу где-то где-то вот. Так, и сзади зажимает, господи. Ну, иди сюда. Ну, и кто-нибудь, вот, ну, блин. Вот так вот, да, туда начнешь стрелять, сзади зажму. Сюда пойдешь, да, тебя с той стороны. Не люблю такие ситуации, когда с любой стороны тебя могут зажать. Поэтому врага нужно всегда держать перед лицом. То есть не создавай таких ситуаций, когда у вас в два ствола. Ой, ну, ну вы поняли, короче, да, про что я говорю. Два ствола, два дула. Вы поняли, короче. Тык, 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 два ствола в принципе всегда не очень. Те, кто знает, то тебя поймут. Так. Ага, ага, ага. Ну, в принципе, пока мы лидируем, не хочется загадывать, но пока мы лидируем. Пока. Опа. Ну-ка, ну-ка, иди сюда, иди сюда, иди сюда, я тебе говорю. Не, не-не-не, так не пойдет, так не пойдет. Надо... Опа, от бедра, все, прекрасно. Вот от бедра стрельба именно ппшная. То есть прям точная, реально, это круто, это плюс. И че, что, господи, Березовский, что там творить вообще? Что ты делаешь? А-а-а-а-а-а! Какого хрена? Блин, вот это я просто затупил, нереально, вот серьезно, я от себя такого не ожидал. Очень сложно разговаривать, одновременно играть, реально. То есть многие говорят, давай участку и сам играй сам в кастомках. Давай с тобой порубимся, да, типа там, ну, на стриме, либо вот когда с ним съемки происходят. Так, я здесь, наверное, не вывезу здесь. А, нет, у меня, вроде, никого нет. Вот, я не могу одновременно играть и реально показывать, ну, я имею в виду говорить и показывать реально скилл одновременно. Не получается. То есть, как бы, в любом случае ты 50 на 50 делаешь, в любом случае. Оп. Так, нормально. Пока нормально, кстати. Смотри, вот пушка абсолютно, вообще комфортно себя чувствует. Средние, дальние дистанции, очень комфортно. О-о-о-о, я все понял. Я все понял, я пошел, я пошел домой. Так, надеюсь, я на те же грабли не наступлю. Второй раз, очень надеюсь на это. Так, ну, где еще, еще хотя бы такую среднюю, дальнюю показать. Среднюю, дальнюю. Опа, ну-ка, оп, все, ну, ты все увидел. Она сняла даже через... Опа, ну-ка, все, ну, ты, я думаю, ты сейчас окончательно все понял, как бы, и в эти три момента, да, ты все, я думаю, понял. Что это правда ППшка, которая стреляет на дистанции практически как штурмовка. Практически. Естественно, с ней нужно тоже там отыгрывать и так далее. Вот, но по звукам она очень довольно металлическая, похожа на колун, реально на колун. И это прикольно. Мне, по крайней мере, нравится. Я считаю ее имбой. То есть, с ней можно отыгрывать, с ней можно нагибать. Как бы, не вопрос. Не вопрос. No, no вопросes. No comments. Так, сейчас последним засчетом посмотрим, что да как. Вот это вот все, вот это вот все мы пролистаем. Вот это вот все долго-долго мы понажимаем далее, далее, далее. Господи, реально, ну, добавили бы уже, ну, это ж не сложно, кнопочку. Все, нормально, нормально отыграли, вообще супер, класс. Вот, поэтому огромное спасибо за просмотр. Ставь лайк, комментируй. То есть, как тебе эта пушка вообще заходит, не заходит. И всем до новых встреч. Пока-пока.